Вон несет яйца. У Никиты курочка несется. Не по дням, по часам. Шесть яиц, ничего себе. Оля, оторви все это. Рука уже не держит, не сгибается. Ты вчера, наверное, поколол, да? Да. Вопрос можно? Давай. Вот у нас в стране, да и не только у нас, вообще во всем мире, очень много недовольно людей. Устраивать всякие манифестации, забастовки, демонстрации. Как вот все-таки, в наше время, в России, как властям все-таки удается, нету этого, слава богу, ни майданов в России, ничего такого не видно. Как-то все вроде как разревает, и болотное было, выходили люди. А вот сейчас как-то все поутихло. Как им удается, властям нашим, сдерживать недовольство людей? Как вы думаете? Недовольные-то они всегда были, есть и будут, но... Почему вот эта точка кипения, как бы, не доходит до этого у нас? Представь себе, что мне пришлось встретиться с человеком, который присутствовал при разработке этих идей, планов, как это все сдерживать. Он говорит, надо дать людям такое, чтобы им некогда было. Было интересно. А если одному интересно, тут как цепная реакция, он будет звать другого и говорит, а ты знаешь, что сделать это по телевидению, чтобы видели другие, беседовали там. Ну а какие темы интересны? Они сидят, эти люди не работают, вот как мы здесь это молотим. Да, они мозги имеют. У них цель. А они свое это делают, а народ надо, чтобы был доволен. Чем люди недовольны? Там ЖКХ. Ну правда, цена уже за электричество до 3 рублей. Ну, ни зарплата, ничего не повышается. Тем более у нас на Алтае самая низкая оплата в стране. Ну и я смотрел по ценам-то, действительно так. Ну как это? И потом я вот, я говорю воображением. Встречаюсь с человеком и говорит, а я при разработке этих планов был, где-то. Я говорю, а ты участвовал? Я участвовал в этом, говорит, но не на главных ролях. А какие? А вы, говорит, слышали такая передача Дом-2? А что это такое? Да вот там, ой, пакость какая. А вот такое, знаешь, Малаха выступает там. Правда ли это ли? Вот такое вот, а так. Ученица там 6 класса, защитила от учителя физики. И, главное, учителя этого показывает живого. И она здесь с ребенком сидит в студии-то. И люди, но главное, люди все молчат, как манекены. Но определенных, вот такой микрофончик, они и говорят. И вот бывает к барьеру там, Соловьев вызывает там, Жириновский с Пугачевой. Они там схлестнулись где-то. Вот кто это придумывает? Я говорю, ну, людям нравится? Нравится-то. Исследовать надо, что нравится-то. Вы понимаете, не просто дать, а пищу, чтобы Макдональдс там, пицца там, что продается, чиперсы все эти. То есть повышенная доля соли или еще чего-то, чтобы у человека жажда была к этому. Так есть жажда? Есть. Люди любят на этом низменном уровне мещанство. Ну, плебеи. Чего с них спрашивать? А смотрят с интересом. Девчонка такая, это она с чем-то зналась, а потом он видит, парень запутался, школьница, и убил ее. И показывает парня. То есть люди-то это верят. А бывает такая там, он жене платит, я видел как, я тоже маленько посмотрел кое-какие. А ребенок урод. Урод. Он так изогнутый рот. Все, он платит деньги, и она же 200 тысяч. Кажется, дал на лечение. А ей все больше и больше, я больше возьму. А у него любовница. Я живой человек, говорит. Какое к тебе отношение, когда ты на меня подаешь. И люди сидят. Это нам только кажется, что мало смотрят. Много смотрят. Они на министерацию не пойдут. Зачем? Завтра сказали, а вперед еще программа будет. Там программа очень интересная. Как Королев, ни одной конструктор ракет, ни одной бабенки не пропускал мимо. И показывают. И как Высоцкий, куда бы ни поехал, обязательно с кем-то переспит. И как ему черти являлись. И вот Марина его, как у нее фамилия-то? Влади. Вот. Как он с ней познакомился. Как оставил свою жену, двое детей. И дети, и жена первая, которая осталась верной ему. Это все в передаче будет показано. И жена это отвечает на вопросы. Пропади этот Невальный-то. Чего тут Невальный-то? Навальный-то? Навал это нехорошее имя. Безумное означает. Севрейского. Ты знаешь, когда он там говорит, а кто такой Давыд? А почему я должен делиться с ним? Ну как безумный. Ну и на завтра-то ему сказали, давай ты шел убить тебя. И она ему сказала, ну и все, жената. И его хватил паралич. И вот эти тоже. Эти люди, которые это делают, у них большая цель. Большая самим прийти к мировому владычеству. А это-то Гои. Гои это... Они от скотского семени зачатые. А что, посмотрите. Вот у нас еврейка была. А вы видели хоть раз еврея, чтобы он на остановке лежал под скамейкой и из-под него лужа текла. Я говорю, нет. Она говорит, до 2000 лет ни одного неграмотного еврея не было. Мы заботимся о своей нации, а вы не заботитесь. Ах, вон откуда идет. А кто этот? И сейчас показывают знаменитые евреи России. Их перечисляют. Кого я перечисляю? Ну что там? Малахов. Малахов курган. Кто туда идет? А мы сделаем. Малахов его имя будут произносить. Знать. Ну и находят его такого. Подучат где-то. Как правило, Навальный он ездит. Или Дворкин в Израиль, в Америку. Учатся. А потом приезжает, стравливает там на бытовом уровне. Он больше ничего. А это достаточно. Тут ячейка, там ячейка, там. И разделяю и властвую. Вот почему удается сдерживать. Потому что дана им жвачка очень сильная. И лучше, дескать, чем сейчас во мне не будет. Ну и попутно. Кто уж сильно не понимает этого. За решетку. Вот Квачков там Владимир Васильевич. Полковник ГРУ. Ну вот арбалет этот нашли. Что ли стрелять у него? Ну разговаривал. Записали на кухне. Вроде кущи готовил. Это все пустое. Это местное, а реальное. Как он готовил, никто не видит. Что говорил, не видит. А это на весь мир показывают. И люди друг другу делятся. О, а у них что? А у нас? У нас ни одной ученицы не было. Учителя физкультуры в очередь становились. Такой смазливенький одуванчик. И все. Они, говорит, все сознаются. Так и да. Одна перед другой хвалятся. Я вчера с ним была сегодня. А там про священника говорят. Он исповедальню устроил в автобусе. И грехи, чтобы тебя отпустить. Сначала она должна с ним полежать. А людям... Это самая популярная тема. Блуд. На этом этаже погибает больше, чем на 19. И те, которые разнаряживают, они знают это ложь. Вот Розинский. Ну кто? Стопроцентный еврей. И он выступает в печати. И везде это говорит. И говорит так, что нашли на каком-то чердаке заспиртованный член Распутина Гришки. Григо Ефимовича. Нашли. И он у него такой, как журебца. Ну, полметра примерно длины и прочее. В банке заспиртованный. А кто банку видел? Нет. А кто его спиртовал-то? Ну, ничего. Не говорит, что голова Николая Второго и сына Алексея заспиртованной везли Ленину показать, а потом в Америку увезли. Об этом нет. Ну, там то Каланта и другие там поминают кое-где. Эта газета, кажется, здесь теха считал, в журнале. Здесь-то другое. Они его убили, быстрее завернули в Неву. А в Неве там его нашли и сразу попадает в царский сад. И они его там хоронят. А эти большевики февральской революции, они сразу его откапывают и сжигают. Какой член? Не было, даже и времени для этого не было. Им главное поставить какую-то фигуру, через которую можно свергнуть царя. А его свергли все, а остальное, говорит, со временем они будут. То есть все построено на лжи. А как вы, верующие, реагируете? Никак. Я просто молюсь. Я вижу, он лжец. Слушать его не надо. И вот сколько он выступает, я ни одной передачи не видал, чтобы она была основана на фактах. На настоящих. А людям дали вот эту жвачку, жратву. И все. Зачем мне туда идти? Это нам только кажется, что вот так оно само собой. Мать его с Русь прилетел на Красной площади, сел. Я смотрел передачу. Это все запрограммировано. У них там решались о верхах. Почему? Горбачев не один раз туда ездил. На Мальте встречался. Это выдвижение с Маргарет Тэтчер. Это уже в более крупном масштабе. При переворотах как делается. А Навальный-то это... Не пойдешь в один день спихнуть в корзину. А это нет. Очень выгодная причина была у него. Он сейчас говорит об этом. Свернуть коммунистический режим. А сам коммунист. Догадайся вот. Когда он говорил правду. И как? Он говорит, я не могу вот так убрать. Против меня сейчас составлена сильная коалиция вооруженных сил. А кто самый главный? Самый главный это министр ракетных войск Соколов. А остальные? Да и остальные там пониже. А сколько таких человек? Например человек 300 уже. То есть меня свернут в любой день. Что-то сделать надо. А ты можешь убрать? Да не могу. Как я могу? Причина должна быть. Какая причина? Они по службе все нормальные. Нужно где-то как-то засыпить. Как? Они разрабатывают план. Знает кто-то летает на частном самолете Сесни. Они беседуют с ним. Только тайно. Распишись. Та другое. Ты хотел чтобы имя твое известно было? Ну да. И денег дадут. На тебя посадят. Но мы поможем. Ты быстро выйдешь. Год-полтора там и будешь. Согласен? Согласен. Сколько у него часов на лету все. Дает ему карту. Пролетать будешь там сбросишь. Все это утонет. А на Красной площади в это время срочно убирает фонари. Провода какие были все убрали. Аэродром готов. Это сейчас все показывают. Ну он-то это не мог сделать-то. И вот лежит Соколов. Отдыхает дома с женой. Министр там. В это время Горбачев ждет сигнала. Ба! На Красной площади разворачивается самолет. И там кто-то с разных позиций сверху и снизу фотографирует. Вот как он интервью дает Матфей. По-русски сказать. Матфей. То есть ждали. Их предупредили будет что-то интересное. И вот самолет разворачивается и садится прямо на Красной площади. А он мог быть с атомной бомбой. Конечно. А вот теперь кто виноват? Министр вооруженных сил. Авиации. И в один день Горбачев убирает всех. И все говорят. Правильно сделал Михаил Сергеевич. Получает такие деньги. И не могут создать нам стопроцентную защищенность. А там где следили. В это время на ремонт поставили станцию. Другая не успела подключиться. Там окно. Два часа только в это окно. Он теперь пролетает. Никто не следит. На экранах не отмещается. И сказали. Самолеты. А перед этим там сбили их где-то. Больше не сбивайте. Принуждайтесь сесть его. Ну может быть. А тем более если какой-то там гражданский. Видно что гражданский. Его сопровождали самолеты. И никто не понял. Что он из-за границы летит. Где он там разворот сделал. А там что-то сбросили. Начали пятно. Чтобы те датчане не догадались. Откуда он летит. Его поискали и видят. Большое пятно. Значит он упал здесь. Сообщают. Он упал. А он уже пересекает границу России в это время. Он садится здесь. И вот все это запрограммировано. Это не просто так. Вот вышел какой-то там. Как его? По-невски или как? Каневски. И вот какие были преступники во время революции. И вот какие были такие. А вот такая-то была она там у него королева. Вот японщик там. Тадана все у нас. И открывает дело. Показывает. То есть они отвлекают от всех этих демонстраций не тысячи. Миллионы людей. Смотрят. Между собой беседуют. И говорят надо же так. Вот это да. И никто не знает что все эти люди это ставленники щита. А плохое дело это нет. Оно отвлекает народ. Даже это совсем не плохое. А зачем эти демонстрации? Они ничего не дают. Нам надо исправиться. И Господь даст другое. Вот мы сидим где-нибудь здесь. Работаем. И нам никакая демонстрация не нужна. Приехали баптисты. Сходили. До свидания. Вот почему удается удерживать. Я это называю так. Очень умные. Умные советники у современного президента России. Умные. Они дают именно советы такие. Ну а бывают которые. Да я видал это добро ты. Все. Тюрьма. А там посидит одумается. Я гляжу. Показывает. Квачков в тюрьме сидит. Такой спокойненький дедушка. Никому не нужен. Никому не мешается. Все. А накрутили то по полной катушке. Так что. Я вот это. Все вижу так. Разговариваю с человеком. И. Я. Еще один фильм. Тут есть такой. Его называют фамилия. Имя. Он говорит. Я с Рокфеллерами беседовал. И они сказали. Вот такое. 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 Должно быть. И кто это назначает. И кто продвигает. Но открыл тайны. Немного погодя. Время проходит. Его убили. Убили. Я даже в начале не понял. Это мужчина или женщина. Он бритый. Полное лицо такое. Так что. Меня это нисколько не удивляет. Это хорошо натренированные люди. Разумные. Я все вспоминаю. Как-то говорили. И даже. Я прочитал. Там журнал есть. Про кино. Тихий Дон Герасимова. Элина Быстрицкая играет Аксинью. Кто-то говорит. Нона Мордюкова была на эту роль. Нона была. Даже вообразить невозможно. Нона. Да что там сравнивать-то. А это поехала. Учила. Мысла как усилася там. И прочее. Да какая она сама-то посмотри. Сравнивать ее не надо-то. А вы считаете, что это правильно выбрано? Еврейку избрали. Правильно. Правильно. Как она говорит. Да Гриша. Там перед ним. Это только казачка могла так сказать. И она среди них жила. Все это видела. Но Мордюкова никогда бы это не. Да и физиономию она не могла заменить на Быстрицкую. Ну возьми фотографию. Посмотри. Как она прошла. Как качается под карамесом. Гришка догоняет в это время. Там Глебов играет. Я внимательно вот это смотрю. Когда потом размышляю и вижу. Меня роптать не надо. Не надо. Через это еще как-то щадящий режим нам создают. Вот мы поели. У нас помидоры не считают. Сколько корешков. Сколько Игорь собрал гречки. Не считают. А в Америке уже считают. Если ты на 19 корешков. Сколько садить помидоров? 19-20 ты уже не имеешь права садить. И делиться ни с кем не имеешь. И дома изучать Библию не имеете права собирать. Только своей семьей. А у нас этого нет. А что за дым? Откуда? Из нашей печи такой дым идет? Да. А, Марина Сергеева там. Я вот так, брат, вижу это. Что все это разнаряжено. Выбраны роли. И кто их продвигает. А их таких-то сколько? Я то назвал двух-трех. А их там намного больше. Которые разные передачи ведут. Потом регулярно. В барьеру он выходит. И они заранее знают. Вот такой-то военный будет говорить, кричать. А Жириновский выйдет там драться где-то. Все запрограммировано. И что умно. А я смотрю на это и думаю, ой, люди-люди. Лучше бы вы в храм Божий сходили да помолились. Библию посчитали. Ну, я узнал. Вот теперь даже Сергея Козлова. А тут польза была. Узнали. Его сестра. Она рассказывает. Он парализованный. Пишет иконы. И далее показывает, как это пишется. И проще. Люди удивляются. И он говорит о Боге. Вот такая передача полезна. Но это опять же у этого Малахова. Видимо, иногда пропустить. Показать. А я знаю тему. Можно было бы. А могли бы они поставить? Да откуда я знаю? Не знаю. А вы им завидуете? Кому? Людям, которые сидят или которые говорят? Все говорить не могут. Да. Я думаю, он которых вызывает людей издалека. Оплачивается дорога. Так, кто бы поехал. Людей-то полон зал набитый. И все это видно, что раз переключает это. Не одна установка телевизионная. Притом не как у нас там прыгает, дергается. Я как посмотрю на свои снимки. И получают, конечно, они хорошо. А в Каневске, когда говорят, у них там документы какого было. А проверить нельзя. Никак. Я где сумел проверить и увидел. Много неправды. Много. А там такой-то был из самой милиции. Они там убивали. Зачем мне это знать? Было 50 лет назад. Про японщика, деда Хасана. А зачем? А вот такой-то профессиональный убийца теперь. Он дает интервью. Согнулся, сидит. Скольких он убил. Мне зачем это? Я знаю, это не хорошее дело, когда люди лгут. Но то, что нет митингов, нет таких... Я благодарю Бога. Мы дороги как-то ехали. Николай Павлович Кручина. Вы доволен? Я говорю, всем доволен. И он говорит, и я доволен. Мы едем. Никто нас не трогает. Встречаемся с директорами. Во всех библиотеках. Свободно зашли в Шенгенскую зону. Один раз через Польшу. Другой раз через Грецию. Переплываем. И возвращаемся домой. И к нам никаких претензий нет. Все выставляем. Я доволен и лучшего не жду. Я знаю, что это будет недолго. Такая стабильность. Все-таки где-то сами же разожгут этот пожар. Как показывают в Америке склады огромных гробов. Каждый гроб на 4 человека. Вот такой ответ. Я знаю конечную цель. Пришествие Христа. Но перед ним на 3,5 года придет антихрист. Еврей. Из колена Данова. Сядет в Иерусалиме, выдавая в храме с Соломоном как Бог. Потом придут пророки Илья и Инох. Он их убьет. А потом Господь Духом у своих истребит его. Мы знаем развертку событий мировых. И верстана, на которой мы стоим, она где-то близко к этому периоду. Но вот перед этим же написано. Восстанет народ на народ и царство на царство. И будет война. В этой войне. Третья мировая война. Я вчера только засчитываю каждый день события дня. И о войне. И как раз этот вопрос отвечал когда-то я в университете. Три мировые войны. Об этом указывает Исаия и Иеремия. Ужас. Петля и яма. Повторяют слова друг друга. Понимаете, что эта речь идет о мировой войне. А может ее не быть? Не может. Это уже занаряжено. Не может. Как не может быть, чтобы лето и лето и лето. Лето и зима. И даже на юге тоже зима. По-другому там все. Написано. Сезон дождей. Мусоны там дуют. Вот так. То есть они сами же сдерживают пока до времени. И сами же потом разожгут. И все это. И сами все. Пришло время. Детьми сейчас. Школы закрывают. И быдло готовят. А они все равно еще не знают. Насаждать блуд будет искусственно. А вот там написано. Северные народы пойдут на... Это Россия. Я всегда понимал так. Северные народы как медведи. Ну не Дания, не Швеция. Кого там говорить-то? Россия. Россия это конечно вымирающая. Самая быстро вымирающая страна по населению. А можно ли приостановить? Нельзя. Дмитрий Смирнов говорит. Если бы каждая женщина сегодня стала рождать 8-10. То есть лет через 20-30 обстановка маленько изменилась. Но этого не может быть. Это нереально. Даже у нас тут у кого есть самая большая там 7 человек детей. Даже 8 ни у кого нет. А в наше время было. Даже в наше время. Вот у нас в семье 10 детей было. Больше ни у кого не было. Не слышал даже. Ну все. За работу браток. Слава Христу. Слава Христу. Ого. Ого. Бакалики. Дальше. Сейчас поработаем. Потом второй вопрос будет такой. Упомент. Как я тебе сказал. Зашли.